МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия». Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». Все были довольны, что получили земельные паи. Но в результате каких-то обстоятельств паи у нас забрали. Выделили и отобрали. В республике Башкортостан жители одного из сел несколько лет не могут воспользоваться своим правом на бесплатные земельные паи. Мы уже достаточно много сделали всяких разных заявлений. Поэтому 5 марта нас приглашает следственное управление. И вот в ближайшие дни, в понедельник, мы пойдем в Следственный комитет города Ростова-на-Дону. Против произвола правоохранительных органов в Москве прошла пресс-конференция кубанских фермеров. В рекламных роликах в пользу кандидата от партии «Коммунисты России» используются ровно те же подходы, которые Компартия России использовала для того, чтобы подготовить свою видеопродукцию рекламную для агитации за Павла Николаевича Грудинина. Теперь еще и спойлер. Под центральным телеканалом встык с предвыборным агитационным материалом Павла Грудинина запускают ролик-клон кандидата Максима Сурайкина. Выделили и отобрали. Пайщики из села Ольховое в Башкирии 8 лет не могут воспользоваться своими землями. Подробнее расскажет Рустам Сабанчеев. В 2011 году 22 жители села Ольховое получили положенные по закону сельским жителям паевые земли. Но пока проводилась процедура оформления собственности, Управление Росимущества передало землю в аренду Уфимскому конному заводу. Обрадовались, думали, свои планы были. Но эта радость у нас долго не длилась. Все это теперь мы, как видите, ходим, ищем инстанции, где можно обратно вернуть наши земли. Все были довольны, что получили земельные паи. Но в результате каких-то обстоятельств паи у нас забрали. Подавали мы несколько раз в суд и безрезультатно. Земли, которые выделили в качестве паев, в 2005 году были зарегистрированы в федеральную собственность, но без согласования с сельским поселением. Ольховский сельсовет обратился в суд. Статус федеральной собственности с земель был снят. Но на этом проблемы не закончились. Из земельного участка, когда основной номер 33, который был зарегистрирован в свое время в федеральную собственность, и затем запись была снята, преобразуют, выделяют другой участок, 370, такой же площадью, и не размежевав его, не зарегистрировав право собственности, рост имущества дополнительным соглашением в 2014 году, передают опять в аренду конному заводу, не являясь практически оформленным собственником. Когда землю передали в аренду конному заводу, пайщики подали документы на регистрацию земельных наделов в собственность. Полномочия перешли по неразграниченным землям в сельские поселения. И представители пайщиков пришли, принесли нам полный пакет документов в администрацию сельского поселения, значит, полный пакет документов, решений судебных, и сказали, выделяйте. Я, естественно, этот вопрос сам решать не стал, а передал вопрос на рассмотрение Совета. Совет, будучи в курсе, что с 2010 года это все происходит, значит, принял решение выделять. В 2016 году глава Росимущества по республике Башкортостан обратился в Уфимский районный суд с требованием вернуть земли в федеральную собственность. Тогда пайщики отстояли свою землю. Но в том же году арбитражный суд постановил лишить людей их наделов. В республиканском отделении КПРФ считают, что действия главы Росимущества были незаконными. Они будут помогать пайщикам добиваться справедливости. Справедливость должна восторжествовать. Собственники земельных участков должны свои права использовать в полном объеме и распоряжаться этими земельными участками. При поддержке местного отделения КПРФ пайщики обратились в Верховный суд Российской Федерации. Пока никакого ответа не поступило. Мы будем следить за развитием событий. Рустам Сабанчеев, Екатерина Иваненко, Красная линия. Делегация кубанских фермеров приехала в Москву. Аграрии считают, что в российских судах правда не найти. Поэтому и ситуация с захватом земель остается по-прежнему актуальной. Наша съемочная группа побывала на пресс-конференции инициативной группы краснодарских фермеров. Аграрии Кубани уже неоднократно заявляли о своем несогласии с решениями местных органов власти и судов региона по земельным вопросам. Они считают, что рейдерский захват их наделов стал возможен из-за слияния властных структур, латифундистов и крупных агрохолдингов. Поэтому стало возможным на протяжении длительного времени, примерно с 2000 года, производить отжим сельскохозяйственных уодий, сельскохозяйственных кооперативов и даже тех, которые входили в 300 лучших хозяйств. Кубанские фермеры утверждают, что невозможно доказать свою правоту в суде. Со слов аграрии, в земельные споры, как ни странно, решает золотая судья Елена Хахалева. Ее так называют в социальных сетях и средствах массовой информации. К сожалению, фермеры не могут нормально работать, не могут нормально функционировать из-за того, что они не могут защитить себя, свои семьи, свои хозяйства. Любой рейдер может спокойно прийти и по решению суда, одним рощерком судьи, у них могут забрать все. Общественные организации Кубани усомнились в подлинности диплома Хахалева и направили запрос в Тбилисский университет, в котором она якобы получила образование юриста. В регистрационных журналах по выдаче дипломов за 1985-1995 годы Тбилисского государственного университета диплом на имя Хахалевой не зарегистрирован. Фермеры направили официальные запросы в судебные и следственные инстанции, в которых ставился вопрос о проведении официальной проверки этого и других фактов нарушения закона. По подсчетам фермерского сообщества, за последние 10 лет около 300 тысяч человек в Краснодарском крае остались без земли. Гера Татарцева, Красная линия. Следственный комитет возбудил дело против заместителя главы МВД по Красноярскому краю Александра Кузнецова и бывшего замначальника тыла Андрея Петручени. Они подозреваются в превышении должностных полномочий при заключении контракта на строительство изолятора временного содержания. Коротко о других новостях в стране. Президент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Глава государства сообщил, что кардинального улучшения в работе ведомства пока нет. Общий уровень раскрываемости преступлений в России, по словам Путина, снизился до 43%. Минздрав планирует ужесточить ответственность страховщиков, работающих в системе ОМС, за некачественное предоставление услуг. Об этом пишет коммерсант. Ведомство намерено установить страховым компаниям целевые показатели деятельности. Оценивать их выполнение будут территориальные фонды ОМС. В Казахстане совершил успешную посадку спускаемый аппарат «Союз» с тремя членами экипажа МКС. Среди них космонавт Роскосмоса и двое астронавтов НАСА. В Центре управления полетами сообщили, что все члены экипажа чувствуют себя хорошо. Более полутора миллионов иностранных туристов посетят нашу страну во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. Он отметил, что проведение спортивного турнира положительно скажется на экономике страны. СМИ продолжают информационную войну против народного кандидата в президенты России. На центральных телеканалах появился рекламный ролик одного из кандидатов, полностью повторяющий предвыборный агитационный материал Павла Грудинина. Зачем и кому это нужно, разбирался Кирилл Гуцков. За годы своего существования КПРФ не раз подвергалась провокациям. Перед каждой избирательной кампанией провластные политтехнологи запускали на российский политический небосклон различные КПСС, патриотов России и прочие партии, чьей основной целью было запутать избирателя и отщепнуть голоса от Компартии. Для проекта под названием «Коммунисты России» не стали выдумывать новых схем. По-моему, в 2012 году кремлевские политтехнологи поняли, а почему бы не создать параллельную так называемую коммунистическую партию и использовать ее в качестве клона на выборах, используя ту же символику, ту же аббревиатуру, те же символы Компартии, значит, ту же риторику. Приложив минимум фантазии, для Максима Сурайкина создали рекламный ролик-спойлер, практически полностью копирующий идею, основные тезисы и видеоряд ролика Павла Грудинина. Идентично начало роликов, крутящийся земной шар. Графика. Текст выполнен в едином стиле, идентична идее его размещения на картинке. И даже символика. Концовки ролика совпадают даже по тексту, отличаются лишь фотографии. Сходство налицо. При этом более половины материалов о Павле Грудинине на центральных телеканалах носят отрицательный характер. Образ же Сурайкина стопроцентно положительный, даже несмотря на его якобы сталинскую риторику. И еще о маленьких хитростях. Ролики обоих кандидатов нередко даются встык, и у зрителя создается впечатление, что команда Грудинина позаимствовала идею господина Сурайкина. Не исключено, как информационный повод КПРФ могут обвинить в плагиате. Этот ролик о Павле Николаевиче Грудинине мы сняли в августе месяце 17-го года. И с сентября месяца он был в эфире нашего канала. Немножко с другой концовкой. Поэтому вряд ли им удастся это сделать. Хотя признаки этого есть, и мы такую информацию получили даже с телеканалов федеральных. Такая методика ведения информационной войны не нова. Еще в 1999 году Борис Березовский с Сергеем Доренко на Первом канале похожими способами мочили Евгения Примакова. Примаков снялся в ролике «Обращение свое к народу». В той же декорации был отснят Жириновский. И эти ролики ставились в стык. Сначала Жириновский, потом Примаков, потом опять Жириновский. И эффект от обращения Примакова, конечно, упал. Задачи ролика понятны. С помощью политтехнологического бреда подменить в сознании телезрителей материалы о практических делах Павла Грудинина и его предприятий. Спойлерские функции выполняются сполна. Мы видим, что появилась политическая реклама на телеканалах, где в рекламных роликах в пользу кандидата от партии «Коммунисты России» используются ровно те же подходы, которые Компартия России использовала для того, чтобы подготовить свою видеопродукцию рекламную для агитации за Павла Николаевича Грудинина. Ничего удивительного мы в этом не видим. Считаем, что избиратели разберутся, и что подобные дешевые приемы не позволят выйти в итогах голосования за рамки той статистической погрешности. Подобные методы предвыборной борьбы, если и работают, то только до определенного момента. А состояние избирателя определяют не предвыборные ролики, а бытие. То есть сама жизнь и, в частности, реальные дела кандидатов. Об этом наши редакционные комментарии. В России 21 века не существует официальной идеологии. Да она не нужна так удобнее. Верхи притворяют в жизнь свои либеральные ценности, проще говоря, живут как удобно и приятно им. Так весь остальной мир живет, есть на кого равняться. Только вот к российским незам это никак не относится. Действует уже привычная формула. Народ российский, вы выживаете, вас шатает. Нужно теснее сплотить ряды в едином патриотическом порыве. Ваше шатание в общем массе никто и не заметит. И главное, кто во всем виноват? Левых старательно не пускали во власть всегда, во всем мире. Левые невыгодны тем, кто хочет жить и живет по своим либеральным ценностям. Левые могут то, что не может никто в мире. Дать простому народу надежду на то, что они будут жить достойно. Коммунисты эту надежду воплотили в жизнь. Вы полагаете, что эти в верхах об этом забыли? Они хотят социальной справедливости? Они хотят, чтобы народ перестал чувствовать себя биомассой и начал строить свою новую жизнь? Он начнет обязательно, только уже без них. Мы одни против всего капиталистического мира. В прошлом веке мы победили. Давайте все вместе сделаем из этого традицию. Американские военные готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России. С таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров на конференции по разоружению. По его мнению, это говорит об агрессивной позиции Соединенных Штатов. Лавров напомнил, что наша страна не обладает тактическим ядерным вооружением. Коротко о других новостях в мире. Международный Олимпийский комитет снял санкции с Олимпийского комитета России. Об этом заявил член организации Шамиль Торпищев. По его словам, у МОК больше нет никаких нареканий к России. Он отметил, что все результаты проверок наших спортсменов показали чистоту. В Афинах коммунистическая партия Греции провела многотысячную акцию протеста против НАТО. После сбора у парламента демонстранты прошли маршем мимо американского посольства, которое усиленно охраняли полицейские. Протестующие скандировали «нет НАТО», «нет американцам». В столице Перу-Лиме сотни человек вышли на акцию протеста против трудовой реформы для молодежи. В частности, законопроект предполагает, что стажировки для студентов станут неоплачиваемые. Во время демонстрации прошли столкновения между полицейскими и манифестантами. Япония представила символы летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году. Персонажи разработаны в традиционном комикс-стиле манго. Выбирали талисманы школьники младших классов по всей стране. Планируется, что имена символов Олимпиады объявят летом. В Ульяновске при поддержке КПРФ прошел традиционный спортивный турнир, посвященный 23 февраля. На этот раз в год столетия легендарной Красной Армии мероприятие получилось особенно торжественным. В соревнованиях по мини-футболу и смешанным единоборствам приняли участие шесть команд, каждая из которых уже заняла первые места в своих лигах. Количество возрастных категорий в этом турнире по сравнению с прошлым годом увеличилось. Победители соревнований получили почетные грамоты и памятные кубки. Сегодня мы разыграли кубок среди команд по мини-футболу. Так получилось, что две наши команды, КПРФ номер один и КПРФ номер два, заняли первое и второе место среди шести участников. Поздравили ребят, вручили им заслуженные призы. Кроме того, прошел турнир с смешанным единоборством, где встречались две команды. И дополнительно прошел ряд рейтинговых боев. Ребята показали настоящую силу воли, мужественность, характер. Всего в соревнованиях, организованных при поддержке Ульяновского обкома КПРФ, приняли участие более двухсот спортсменов. Этот, ставший уже традиционным, турнир с каждым годом становится все более популярным. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго. До свидания.